рубрика прошу совета как рисовать кошку привет я дарья поздняк и сегодня в рубрике запрос от моей ученицы или не как есть завершить работу работа хорошая сделано процентов на 90 и только нужно завершить не испортив и так пройдемся по пункту первое передний план хочется добавить здесь тот же цвет который присутствует на заднем плане желто-салатовый на переднем плане второй момент вот этот локоток у кошки немножко хочется успокоить его по тону чтобы он не привлекал к себе столько внимания для этого нужно пригасить его на полтона любым цветом просто чтобы он не был бумагой и чтобы он немножечко меньше акцентировал на себе внимание но сделать это надо очень мягко для этого намочить ли с задней стороны дать ему промокнуть и намочить это место с передней стороны чтобы этот мазок влился туда как бы мягко и гармонично третий момент вторая лапа здесь я бы добавил очленение на пальчики но не темным тоном а среднем чтобы опять же много внимания на себя не притягивать потому что здесь главное это морда кошки и здесь довольно все гармонично ничего главного больше вытягивать не хочется следующий момент высота головы тут есть карандашная линия не знаю видно ли вам ее или нет но вот она идет по краю головы а мазок цветом уже растекся и есть ощущение что голова слишком высокая большая высота так вот на вот этом месте карандашной линии хочется добавить мазочек тоже его очень мягко вплавить чтобы как бы завершить высоту головы смывать ничего лишнего не надо просто когда появится акцент зритель будет воспринимать это гармонично и что вот голова закончилась никаких вопросов у него уже не останется но чтобы это мазок посадить также нужно намочить работу сзади и намочить кусочек с лицевой стороны листа чтобы мазок туда вплавился мягко чтобы никаких жесткости не образовалась дополнительных следующий момент усы конечно же по сухому еще добавить усы графикой немножечко кажется что скучновато однообразный цвет глаз у кошки я бы посоветовала в том месте противоположным от блечка в глазах где рефлексы чуть-чуть замыть место оба глаза конечно же и в это место капнуть капельку желтого желтый наслоится на синий и даст так как все равно синий до конца до белой бумаги не отмоется он лишь успокоится немножко и когда желтый на него наслоится цвет получится похожий на задний фон желтый зеленый такой это будет гармонично тогда глаза не будут казаться такими пластиковыми и они как бы обретут целостность с общей картинкой и последний момент когда будут завершены эти моменты нужно будет издалека посмотреть на работу и посмотреть на вот эти вот белые места в морде где белая бумага станет понятно какое место выбивается возможно что все будет гармонично но возможно что какие-то резкости и сильные контрасты возможно что они вылезут и тогда нужно будет просто их немножко успокоить но не факт что это произойдет это я так на всякий случай чтобы просто отставить от себя работу и задать себе вопрос все ли здесь гармонично или что-то требует еще моего вмешательства на этом все с вами была дарья поздняк и моя рубрика прошу совета подробности как попасть в мою рубрику читаете под этим видео пока пока